Дорогие друзья, это выставка Клинок в Санкт-Петербурге, и мы находимся на стенде Вол Человека. Василий, давай поговорим о твоих ножах, покажем, что ты сюда привез, чтобы наши зрители могли спокойно посмотреть все подробненько. Да, конечно, давай. Я думаю, это будет интересный формат, потому что на всех обзорах, на, как правило, абсолютном большинстве видео, я пытаюсь рассказать про интересные ножи, и, как правило, это буквально 2-3-4 ножа, и я успеваю показать. И всегда показано, да, самое-самое впечатляющее, то, что бросается в глаза. Тут можем поподробнее поговорить. Да, и, с другой стороны, ножей много, они все разные, все интересные, но, как правило, действительно, вот, ну, я с них, наверное, и начну тогда, это то, что сразу приковывает внимание и взгляд, это вот те... Карманные, действительно, да, те концепты вот больших ножей, максимально больших, это вот как раз максимально мощный, максимально брутальный нож с максимально толстым обухом мощным. Сколько здесь обух у него? Здесь 18 миллиметров, при этом долы, при этом спуски здесь не от обуха, поэтому получается, что далеко не вся толщина уходит, далеко не весь металл, который можно было бы снять с клинка, ушел, как вот на втором, который я сейчас покажу, где спуски от обуха и который легче, поэтому он не просто мощный и с толстым обухом, он, да, он прям очень тяжелый еще, он тяжелый, мощный, максимально брутальный, вот, из того, что можно делать. Да, здесь, как всегда, вот это многослойное травление, да? Здесь травление, здесь рукоять, причем она тоже такая под большую руку, хватит, но под большую руку, вот у меня не очень большая рука, я ее прямо держу так, Тоник, еще учитывая, у нас темляк стучит по стеклу, и он такой прямо, да, я вроде не самый маленький человек, но я прям ощущаю вес такой, так, интересный нож. Да, то есть это вот как раз то, что мы делаем для выставок, показать, что мы можем вообще, это категория ножей, которые покупают в коллекцию, часто берут на подарки, ну, не часто, но регулярно такой запрос есть, потому что, ну, человеку, у которого все есть, очень сложно удивить, а чем-то таким, особенно если это делается под законом, если здесь делается какое-то тематическое художественное травление или гравировка, какие-то определенные там цвета, мотивы, ножны, то есть можно сделать очень-очень индивидуальную, эксклюзивную вещь, то есть это вот такого формата. Из большого интересного, ну, я действительно, да, постараюсь показать тогда все, что мы привезли, ножей привезли много, они все интересные, много нового, того, чего не было даже вот буквально две недели назад в Екатеринбурге, да, но вот этот был, это нож, который мы уже, несколько раз привозили на выставки, он интересен тем, что это тоже вот формат такой, это как раз то, с чего мы начинали, здесь не так много у нас по обуху, здесь 13 миллиметров, всего, всего, да, здесь как раз о спуске от обуха, то есть тонкое сведение, снято много металла, и поэтому, несмотря на то, что он больше по длине и по длине рукояти, чем предыдущая, но вот это оцени, насколько он легче. Да, вот это намного легче, и мне его лежит уже вот так. Он по-другому сбалансирован. Здесь рукоять очень большая такая, для меня вручная, да, почти под две руки. Он по-другому сбалансирован, он здесь снято больше металла, поэтому он намного легче, и в каком-то плане он значительно более рабочий, им легче рубить, им легче резать, то есть, в принципе, вот... Вот здесь за счет того, что еще рукоять вот здесь сужается, она как раз уже получается нормальным хватом, и одержишь, и можно... Да, по рукояти он поудобнее, то есть это немножко другой концепт более удобного ножа, но при этом все еще такой вот вызывающий вау-эффект. Здесь большие технологические отверстия в рукояти для облегчения карбона. То есть пины, да, ну, то есть также вот максимально эксклюзивное исполнение, тоже с художественным травлением, с кайдексными ножнами, в которых его удобно там носить, вполне себе на поясе, на подвесе. А сколько он примерно весит? По-моему, да, кило 400. То есть я вот... На сайте у нас, кстати, он уже выставлен, сфотографировали, измерили, ну, вот просто сейчас уже подзабыл. Соответственно, еще из подобного форм-фактора сделали чуть-чуть поменьше, но тоже с таким вот... Тоже с мощным ромбухом, да. Но этот уже прям такой рабочий нож. Вполне. Вполне. Более привычный вес. И можно рубить и резать. Ну, кстати, не под заказ, а вот на выставках, вот из этих концептов с обухом больше сантиметра покупают, как правило, либо вот такие, либо даже меньше ножи. То есть у нас регулярно уходят там на выставки шаханы с обухом там сантиметры больше, какие-нибудь там толстые масечки или что-то такое, что можно, в принципе, взять с собой в городе на карман или там положить в машину. Ну, то есть не совсем большие, огромные, которые, как правило, обычно заказываются отдельно уже под конкретную там, под конкретного человека на подарок или в коллекцию. Вот. То есть вот здесь рамбут на рукояти. Такая немножко тема восставшей резервации нашей, то есть индейц на пине. Вот. Ну, то есть немножко такой он с уклоном в какую-то этнику. Ну, чуть-чуть просто поменьше, но в целом тоже интересный вариант там в коллекцию видеть максимально чего-то интересного, эксклюзивного. Вот здесь у нас... Мощный боуи, да. Да, то есть это тоже большой нож, он по размерам почти как первый, который мы показывали, но по обуху здесь 6,5 всего от миллиметров. Ну, уже по сравнению с этими большими ножами. Да. Достаточно легенький, хотя вот мне нравится, что у него прям развесовка, чувствуется, вес уходит в клинок, и вот рубящие действия таким ножом осуществляют очень хорошо. Ну, конечно, лично мне, конечно, было бы очень жалко это не сделать, но вот он прям чувствуется вот как развесовка вся, она отлично вот сюда все уходит в клинок, и рукоять ухватится так, как раз, и можно поработать. И рубить, и резать, да, то есть здесь... Это же карбон, да? Да, это карбон, это вот хаотичный синий карбон, тоже довольно интересный материал, относительно редкий, не очень бюджетный, но при этом вот... Очень красиво смотрится. Классно смотрится, да, придает некой индивидуальности. Ножу здесь еще вот классная бусинка, это зуб мамонта стабилизированный, тоже так в цвет рукояти. Конкретно на этом ноже, да, еще травление, то есть, не знаю, получится ли показать, то есть такой домаскаш, довольно четкий получился, довольно контрастный. Ну и в целом какой-то очень, на мой взгляд, гармоничный нож получился вот именно по внешнему виду. Но при этом, повторюсь, всеми ножами можно и нужно работать. Здесь везде хорошая термичка Аталана, удобные ножны, то есть в целом это не просто какой-то свинер. Не просто полочная игрушка такая. Ну, конечно, конечно, конечно. Ну и еще пара ножей вот из формата больших, да, больших, красивых. Это такой, да, нож в стиле меча со скандинавскими узорами на клиночке, тоже на отравлении. Здесь пиджакей на 62-63. Пиджак, да? Да, остался, но я его немножко придерживаю, то есть, либо уже под заказ, либо под какие-то такие интересные проекты, потому что, ну, на рабочие ножи его тоже регулярно ставим, но, честно говоря, жалко, потому что заканчивается, действительно. А какой-то альтернативы вот именно подобного же формата по твердости, по механике пока, к сожалению, еще в процессе поиска, скажем так. Ну, я думаю, что найдете. Ну, варианты всегда есть. Сейчас пока вообще не буду загадывать, но, возможно, получится что-то интересное еще поставим осенью рассказать, показать. По этому ножу еще могу добавить про ножны. То есть, здесь сделали такую комбинацию кожи с тиснением, тоже с узорами вот в стиле клиночка. Да, но при этом довольно функционально, то есть, он прям хорошо входит со щелчком, он очень надежно там сидит. Здесь конкретно на этом ноже сделали такой механизм небольшого предохранителя, то есть, сначала мы немножко отодвигаем большим пальцем и потом достаем, вот, чтобы нож точно не выпал, даже если его носить там как-то не на подвесе вверху рукоятью, а еще как-то. Ну, и вот здесь уже более традиционный нож, то есть, это, по сути, уже модификация серийного изделия, это команданта с нашим часто используемым травлением восставшая резервация, то есть, это вот индейцы. Индейцы черепа. Индейцы черепа, да-да-да. Да, то есть, причем на рукояти здесь у нас Ironwood, аризонское железное дерево, рок буйвола, черный такой стабилизированный тоже, тоже к нему немножко разнообразили ножны, это не просто. Это лазерное отравление? Это у нас гравировка и ручная покраска затем, то есть, плюс это с паракордиком, с темлячком, вот, также все щелкает, все очень надежно сидит, есть разные варианты ношения, либо можно на моле, клипсу переставить, так вот поставить, снять вот эту площадочку, либо традиционно носить на стропе рукоятью вверх. Также, вот, перед выставкой, ну, вот, успели, не на все ножи еще сделали темлячки, потому что, ну, не все успеваем, к сожалению. Ну, и мало времени было между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом. Да, да, но в целом, на мой взгляд, темляк на ножи вещь довольно прикольная, то есть, можно добавить какую-то бусинку, если рукоять небольшая, там... Да, она добавит ухватистости. Добавляя, да, удобства, то в целом, ну, и даже на большом ноже, в принципе, это интересно, но кому она не нужна, всегда... Ну, вот, я люблю темляки, вешуешь тогда погружные ножны для того, чтобы было удобнее вытаскивать. Потому что нож глубоко уходит ножны, как раз, или когда тянешь, чтобы было... Да, 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 то есть, так же вот у меня сейчас он висит, и вот темлячок снаружи, его всегда можно мизинцем зацепить. Вот, соответственно, здесь у нас конкретно, это вот Круповская нержавейка 1,41-16, она не слишком высокой твердости, ее Алан калит где-то на 57-58 единиц, но при этом она очень коррозионостойкая, ее немцы, насколько знаю, на ножи часто ставят на кухонные. Она и правится хорошо. Да, она хорошо правится там в полевых условиях, подточить, поправить, она весьма неплоха там по своей механике. Что-то у меня всегда был вопрос вот по поводу художественного отравления, да, насколько это износостойка получается, если им работать полноценно? Регулярно рассказываю, регулярно показываем, то есть, дело в том, что это как раз рельеф по закаленной стали, то есть, это не рисунок, это не лазерная какая-то гравировка, не краска. Поэтому, конечно, конечно, его очень тяжело стереть, даже специально, если начать его там тереть. Поэтому эта история крайне функциональная, стойкая, да, и сохраняет внешний вид клинка даже там через много лет после использования. Потому что сатин, полировка, там, блэк лош, еще что-то, оно все-таки подзатирается. В принципе, на мой взгляд, ничего критичного в этом нет, потому что, ну, видно, что ножом работают. И зачастую, там, на каких-то таких вот тактических ножах или там ножах, которые выглядят там брутально и агрессивно, это даже добавляет ему какой-то харизмы. Но в целом, вот, клинки с травлением, мы ножи уже много лет делаем, и нам регулярно приносят там что-то, или там подточить, поправить, или что-то переделать, или там, ну, то есть, мы регулярно просто видим свои ножи через много лет. Ничего не происходит. И вариант с травлением, да, да, да. То есть, это... Поэтому я к чему подвожу, что на самом деле это не... травление, да, получается, это не просто как чисто художество, но в целом это как элемент сохранения клинка, да, и это рабочая... Да, это рабочая история. Это не то, что поставил себе на полочке. Можно вполне работать спокойно, не боясь за то, что ты сотрешь случайно. Конечно, конечно. Вот мы всегда про это говорим. Ну, и плюс, там, в плане травления можно добавить про ремонтопригодность, потому что, если вдруг это высокоуглеродистая сталь, ну, конечно, травление не панацея, и все равно, если его там оставить, мокрым в ножнах, он заржавеет. Конечно. Но травление очень легко восстанавливается в этом плане, потому что рельеф остается, и достаточно его просто полирнуть, убрать ржавчину, но оставить рисунок. Так что, да. По ножам еще, ну, переходя по размерам к ножам чуть поменьше, это вот похож на предыдущий нож в какой-то степени, потому что это тоже модификация нашей серийки, это модель пахарь. Вот, он у нас, ну, сейчас сразу достану показать. Вот именно в рабочем серийном исполнении пахарей сейчас не осталось. Мы их можем сделать на заказ из того же пиджаке или из чего-то попроще. Ну, вот из того, что привезли на выставку, есть вариант просто с узорами в пиджаке и вот с такой комбинированной рукояточкой из G10 черного, вот с таким притином из песочного G10. А сколько он стоит такой? Такой 15, 14 900. Вот это, в принципе, цена, ну, практически серийная, на самом деле. Вот, чуть-чуть дороже из-за травления. А вот это у нас вариант уже с художественным травлением. Здесь вот орки многослойные, да, два дола, художественное травление рельефное. Вот такая сложная рукоять, она тоже комбинированная из черной краски. Да, но здесь уже такой битый камень, причем мы здесь полностью ручную сделали, да, и на обухе, с гравировкой маркой стали на обухе, вот с такой вот орочей темой, гравировкой ручной и ручной покраской. К нему также идут, вот сразу покажу, чуть более сложные ножны, уже не просто черные, вот, но вот из такого двухсоставного кайдекса, черного и красного, и также вот гравировкой. Нарядник осморил черепошек. Да, то есть это вот вариант того, что всегда стараемся приводить на выставку, хотя бы в нескольких экземплярах, потому что, ну, чего-то хочется привести там поинтереснее, да. Вот я всегда люблю к тебе на стенд приходить для того, чтобы полюбоваться, что нового сделали, какие новые узоры, что можно посмотреть, как на изделия художественные. Ну, в том числе, я думаю, да, хотя и по формам, по каким-то интересным геометриям, я думаю, у нас тоже есть что показать, и действительно всегда обидно, ну, бывает немножко, что люди не все могут, особенно там, когда снимают какие-то видеообзоры, все посмотреть, потому что какой-то нож, он где-то в углу лежит, небольшой, и на него просто внимание вообще вот не обращается. То есть, внимание большие ножи, знаешь, когда мы пришли, увидели большущий нож, посмотрели, все, в глаза бросились, а то, что еще есть куча ножей, ну, мы поэтому для этого с тобой снимаем это видео, чтобы показать как можно больше. Ну, вот, да, это здорово, потому что даже люди, которые приходят там в первый день и потом в субботу, говорят, о, а это новый нож, его не будет, он же был, нет, в первый день был, просто его не заметили. Из, ну, того, что еще у нас на этой витринке, это подобное отравление тоже с черепами в несколько уровней и вот таким криптеком на фоне. Здесь также лазерная гравировка клейма из PGK, двухсоставная рукояточка из G10. Ну, нож интересен тем, что это как раз не серийный, это вот такая модификация на тему нашего Варна, но с большим клиночком. Там, я смотришь, чуть-чуть подлиннее. Да, то есть, клинок здесь подлиннее, рукоять чуть подлиннее и такой получается, ну, не серийный вариант, который тоже вот есть только на выставке. Мы его пока никуда не выкладывали, нигде не фотографировали, это вот эксклюзив для выставки, именно для этой конкретно. Рядом с ними лежит уже более такой утилитарный, ну, и побюджетнее, соответственно, по исполнению модель Драга ножичек. То есть, это такой вот городской ломик на EDC с удобной рукоятью. Здесь рукоять, по сути, немного переделанная рукоять Шахана, тоже нашей вот известной модели. Она очень удобная по хвату, такой пистолетный хват получается немножко за счет вот этого изгиба, и он так прямо в руку ложится очень надежно. Что-то поделать им очень даже неплохо. Но при этом вот в нашем стиле односторонний спуск. Да, односторонний спуск, его и править достаточно легко. Да, да. И, ну, такой хороший рабочий нос получается. Вот, да, и внешний вот он такой интересный, с долом, широкий, немножечко таким лепесточком. Тоже в кайдексе. За счет ширины, да, и спуски, получается, достаточно высокие, несмотря на то, что обувь не маленький все-таки, да? Да, да, да. То спуске сведено тоненько, поэтому рез у него будет очень хороший. Да, конечно. Вот, особенно это ярко выражено на моделях типа Шаханов, Армагеддонов, где спуск идет именно вообще от обуха. Потому что здесь, да, здесь есть дол, здесь спуск не от обуха. Он такой прям довольно ломовитый в этом плане получается. Ну, вот в целом тоже интересная, на мой взгляд, модель. Она не совсем эксклюзивна, потому что, в принципе, мы регулярно модель делаем. Но вот именно в таком исполнении, ну, в целом, мне кажется, такой из вариантов побюджетнее интересный нож. Здесь, на этой витринке еще вот в ряд лежат несколько... Кондратов, да? Да, начну с самого большого. Это вот Кондрат 18-й, несколько модифицированная версия. Не так давно стали делать его именно вот в таком исполнении. Нет, с двадцать точек. С довольно сильно загнутым. Вот, но при этом рукоять здесь не изменилась. Да, да, да. Как всегда, стучат по голове. Да, это на протяжении четырех дней неизменная история. Но мы на это не будем отвлекаться. Здесь двусторонняя заточка, да, получается четыре режущих... Три режущих кромки. Три режущих кромки, да, он заточен с трех сторон. Соответственно, ну, это как одна из концепций Кондрата. Вот здесь она, естественно, сохраняется. Но при этом нож уже не только для того, чтобы резать и колоть, но и для того, чтобы рубить, подходит хорошо. Здесь он у нас в исполнении тоже из Круповской 1,41,16. Соответственно, обух изначально у полосы был 7 миллиметров. Ну, после шлифовки где-то здесь 6,7-6,8 у нас остается. В таком темном покрытии с пескоструем рукояти. Соответственно, вот по ощущениям, ну, лично мне вот довольно нравится. Да, он прямо в руку ложится, да. То есть и форма рукояти, и вот эта шершавость накладок из-за пескостроя. Получается такой довольно... Руки липнет. Ухватистый, да, вариант. Нескользящая рукоять. При этом этот нож, ну, вот мы к выставке тоже сделали в двух вариантах исполнения. Микарты и там, и там. Ну, вот здесь клиночек у нас от пескоструем, здесь сатин. Да, то есть, в принципе, вот можно сравнить, как это смотрится на одной и той же модели. Ну, и какому что больше нравится? Кто-то любит сатин, кто-то любит очень зеркало, кто-то любит пескоструем. Да, да, да. Соответственно, вот этих ножей, ну, обычно мы их делаем на заказ. Не так часто они появляются. Вот на этой выставке сейчас есть. Ну, и, соответственно, есть кондраты меньшего размера. Да, кондраты поменьше. Вот это вот 16-й. Получается, он чуть более распрямлен по клинку. Он не так загнут. Но рукояти практически идентичны. Да, рукоять практически такая же, да, только он покороче получается. В обухе он такой же. Да, в данном случае да, но, опять же, делаем их из разных стали с разным толщиной обухом. И при этом немножко меняется концепция. Потому что если бы здесь было 3 мм, вот у нас сейчас, мы работаем с N690, там в толщине 3,5 как раз, то это был бы уже такой, ну, с одной стороны, ощущения были бы тоже довольно-таки приятные. Вот нож мощный, заточен с трех сторон. Ну, ты чувствуешь, что он опасный. Но как-то по ощущениям даже, ну, и в целом по концепции резучести бы добавилось. Потому что, соответственно, тоньше обух, тоньше угол спуска, он прям стал бы таким прям лазерным резаком. При этом его в той же толщине было бы удобно использовать и как какую-то полевую кухню. Ну, тоже по ощущениям. Поэтому здесь, но при этом вот им рубить что-то, какую-то тяжелую работу, даже чисто психологически, было бы уже выполнять не так комфортно. Ну, и по увесистости было бы поменьше. Поэтому здесь вот каждый смотрит, что ему ближе и что ему нужно. По контрацам здесь вот есть у нас еще 12-й, тоже для сравнения. Причем они есть, да, вот немножко разные. Это, вот это классический 12-й, как он есть. А это уже 10-й? Это у нас к выставке, нет, не совсем. Десятку сейчас покажу, можно тоже для сравнения достать. Вот она. Есть сейчас в двух вариантах исполнения рукояти. Вот с такой оливой и с черно-красной G10. Вот, соответственно, 10-й и 12-й это стандартные исполнения, стандартные серийные модели, которые регулярно делаем. 12-й сейчас совсем немного, осталось буквально пара десятых. Ну, в принципе, тоже вот. Вот здесь другая, это немножко другая, да? А это, да, это такой концепт, который сделали буквально в три ножа, именно вот таких. То есть тоже контрац, чуть более загнут клинок, немного более загнута рукоять. Да, 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 здесь есть вот выборочки такие. Очень интересный рукоять. Ну, то есть, в принципе, тот же контракт, та же концепция, но вот интересно такое отклонение. Да, здесь уже другой хват немножко получается. Более пистолетный, да. Да. Вот, то есть такое ответвление небольшое, что-то интересное сделали. Вот три ножа сделали, один продали, сейчас вот еще два осталось на выставке, можно их там посмотреть, забрать, либо посмотреть, понять, что, не знаю, там, тебе нужно увеличить чуть-чуть рукоять или сделать чуть-чуть пошире клинок. И на заказ это все возможно, все можно сделать. Так, этот пока уберу. Соответственно, из кондратов у нас на этом получается все. Еще были восьмерки, сейчас закончились, но есть бланки, мы сделаем еще. То есть это прям совсем максимальный компактный кондратик. И вот здесь еще на этой витринке есть такая модель, как АСАКС. Модель тоже, на мой взгляд, интересная. Довольно... Да, здесь тоже интересная рукоять, тоже пистолетный хват получается. Толстый обувь. И таким, наверное, хорошо работать по нарезке как раз. Он хорошо режет, да, за счет широких вот этих своих спусков. Высоких. Да, за счет вот этого, вот этой формы клинка. При этом довольно востребованная история, концепция именно такого городского ломика. Максимально компактно, у него очень компактная рукоять. Вот, она под три пальца, но при этом хорошо ложится, потому что упирается прям вот в основание ладони. Да, если добавить темляк, то как раз у него будет хватать обернчики, большую бусину повесить. Вот, при этом у него компактный клиночек, который тоже там не вызывает вопросов в городе. Но при этом вот по ощущениям даже, ну и в целом уже довольно много обратной связи именно по этому ножу собрали на выставках. Вот ему берешь в руку, и чувствуется, что ему очень уверенно можно что-то уколоть, что-то прорезать. Ну, то есть прям вот такой интересный EDC, на мой взгляд, весьма. Давай, наверное, масечки покажем, что мы еще не показали. Ну, конечно, да, масечки, возможно, с них стоило и начать. Да. Как вот, да, уже немножко рассказал в предыдущем ролике там про новинки, вкратце, это вот масечка, которую тоже привезли именно на эту выставку. У нас становится уже традицией там привозить какое-то интересное исполнение, какой-то эксклюзив, но именно по исполнению. Но вот эта модель стандартная, это стандартная. У нас ловит снов, здесь на рукояти у вас. Это стабилизированная кольца жирафа, классный материал, очень красивый, такой он прям, ну, душевный какой-то, да. Он интересный, да, такой, смольцы. Вот, соответственно, на клинке М390 тоже в кайдексных ножнах, как обычно, вот сделали к нему как раз буквально там только что темлячок, вот с бусинкой. Но, опять же, темляк, бусины, человек всегда может под себя, и я бы сюда, может быть, еще подобрал какого-нибудь мамонта стабилизированного тоже в цвет жирафа. Ну да, он цвет будет подходить как раз. Да, то есть это вот такое максимально топовое, максимально эксклюзивное исполнение. Наверное, если бы, вот, ну, мне хотелось бы себя чем-то порадовать и носить нож на постоянку, выбрать один нож какой-то, и его уже не менять, то я бы, ну, смотри, это такое. Ну, шляточка такая, это хороший DC-шник такой, так по мне, это просто, ну... Он, да, он приятно лежит в руке, а вот в этом исполнении, не знаю, ну, мне прям особенно нравится. Ну, дешевно очень, да. Сочетание, да, вот этого синеватого жирафа. Здесь мне очень нравится, как хорошо вписан вот полностью весь ловец снов, он просто по клинку идет, ну, идеально просто сюда вписан. Вот, но есть еще исполнения и другие, тоже довольно интересные. Например, вот этот нож, это тоже масечка, тоже в М390-й, еще у нас запасы наши остались. Айронвуд, резонское железное дерево, да, торцевые мозаичные пины, наш пин с клеймом мы продублировали. Обычно его ставим, когда какое-то травление на клинке, и здесь... Да, но здесь и здесь, и здесь есть клеймо. Этот нож как раз мы делали для афиши, то есть на клинок, который вот сфотографировали. Да, который как раз у нас висит на афише. Да, это именно этот нож, вот, то есть он с продольным сатином, также с кайдексными ножнами, вот это конкретно он. И еще вот обычные, простые там в каких-то бюджетных сталях масечки уже закончились, там с Микартой на рукояти. Есть парочка относительно бюджетных, здесь тоже N690 и Микарта на рукояти. Но с художественным травлением, таким красивым. Да, но именно с травлением, вот есть сейчас две таких масечки на рукояти Микарта, и там, и там довольно приятная, но немножко с разной насечкой. И сколько такой стоит? Такой в комплекте с ножнами 14900. Ну, то есть, не намного дороже, да, серийного исполнения, но зато на каждом из клиночков уникальное отравление, уникальный свой рисунок. Продолжаем, да, у нас была небольшая пауза на то, чтобы мы могли достать ножи со стенды и показать, да, идем дальше. Да, ну, покажу еще из такого наиболее интересного по подобная концепция, тоже восставшая резервация, это Шихан. Он интересен тем, что это увеличенное относительно стандартного исполнения, здесь чуть больше рукоять, чуть больше клинок, тоже 5,5 по обуху, пиджикей, ну и такой классный рабочий вариант. Особенно это отравление с индейцами хорошо, на наш взгляд, сочетается с аризонским железным деревом, да, с Эронвудом. Ну, здесь тоже такая бусинка с индейцами. Он все очень стильно, да, все в одном месте. Все прям в тему, но при этом максимально рабочее. Из еще интересного модели Армагеддон, это не серийная модель, вернее, давно его не делали, но вот на эту выставку привезли. В относительно бюджетном исполнении с D2 на клиночке, Blackwash, Composite G10 на рукояти. Соответственно, бюджетное исполнение такое всего 9900 вот на выставке, но он, правда, один у нас всего. Так что надо спешить, если кто-то хочет себе приобрести, постарайтесь прийти в первые дни на выставку. Вот, еще из серийных моделей, но нестандартного исполнения, это Варм, да, но уже вот с таким интересным динозавром, да, драконом с рельефным травлением в пиджаке. Из красивого рукоять сделано, очень мне нравится, прям так все в едином стиле. Часто спрашивают кухню, регулярно сейчас думаем на эту тему, периодически делаем что-то на заказ. Из того интересного, что есть сейчас в наличии, это вот такой пчак, позитивный, нарядный, с ярким... Ну и функциональный. Да, резучий, с ярким G10 на рукояти, с сахурой, с художественным травлением на клинке в кайдексе, поэтому всегда его можно взять с собой на охоту, на рыбалку, на пикник, друзья. Да, ну и легонький, опять же, на кухне хорошо будет работать, с руками забьется. При этом из интересных концептов сделали еще вот такой среднекухонный шеф, но с обухом в 5,5 мм, из пиджакей. Тоже регулярно на самом деле такое заказывают, потому что есть люди, которые считают, что шеф должен быть толстый, берут себе на кухню именно такие ножи. Ну и в принципе он интересен именно тем, что это концепция такого полевого кухонька, на мой взгляд. То есть кухонь, которая не боится ничего абсолютно. Ага, тактическая кухня. Ну в том числе, да-да, вот есть такое понятие. Здесь по форме он, конечно, не совсем тактический кухонник, но с точки зрения обуха, с точки зрения стали и максимальной надежности, там удобства ношения, почему нет. Вот такой ножичек, это не серийный, это сделали специально к этой выставке. Здесь на клиночке у нас CPM3V, с этой сталью тоже работаем нечасто, но под заказ, либо там иногда что-то для души, для себя делаем. Карп и Кой, художественное отравление в японском стиле, тоже стабилизированная Кой Жирафа, это вот интересный карбон, двухцветный, хаотичный, да, зелененький. Такие же пины, то есть тоже вот так вот все максимально тематически, даже на темлячке бусинка с Карпом Кой. Все вот такое тематическое и максимально эксклюзивно, потому что модель абсолютно не серийная. Так, идем дальше. Ну, продолжая тему кухни, причем там толстой и мощной кухни, да, то есть это Круповская 1.41, 16 у нас с травлением сакуры. Здесь тоже интересная рукоять, микарта на основной части, вот этот же у нас жираф, стабилизированный Кой Жирафа на претине, все в кайдексе, причем кайдекс сделали тоже таким немного украшенным. Вот, двухкомпонентным, можно носить вполне на подвесе из стропы. Скелетнички еще есть, да? Да, из максимально компактного скелетного, стараемся на каждую выставку приводить что-то небольшое. Это вот у нас была модель Кой, такой большой кухонник уже с рукоятью, там рукоять была побольше, клиночек побольше. Сделали его скелетную версию, на наш взгляд получилось интересно. Очень неплохо, да, такой прикольный скелетничек получается. С оплеткой особенно он стал удобно лежать в руке, при этом крайне компактный, интересно смотрится, хорошо режет. А это вот формат разных таких скелетничков, которые тоже стараемся привозить на каждую выставку. Брелочки весьма резучие, здесь еще неолокс у нас, тоже с травлением. Такие маленькие микробики. Да, да, ну вот мы их делали очень давно, всегда, потому что всегда какие-то обрезочки стали оставались еще там со времен резки корнедура. И, соответственно, это востребовано, особенно на выставке, когда человек приходит и хочет уйти все равно, пускай не с большим ножом, но хотя бы с небольшим сувениром, который будет еще и резать. Так, вот это очень интересный нож, это такой для души, скажем так, первый клиночек, вернее первый нож с клинком не от нас. Это клинок Матвеева, который я купил на прошлой выставке, просто мне понравился. Вот его климо здесь стоит. Это Дамаск? Да, это Дамаск, причем очень красивый. Красивый, действительно, вот, я прям смотрел-смотрел на него, он напротив меня стоял там 4 дня, вот, приобрел, два таких клиночка взял и сделали два ножа вот в таком стиле, ну, с... Классическом. Да, в классическом стиле с одной стороны, но все равно там, на мой взгляд, получилось хорошо. Сделали, прям заморочились ножны с тиснением к нему, это у нас же 10, такой прям хорошо отполированный, это мамонт, да, то есть в целом, вот, не знаю, мне нравится, что получилось, но это вот из... Формата такого чего-то странного для души, и, как правило, ну, мы никогда не делаем ножи ни из наших клинков, ни с нашей термичкой, это вот первый, возможно, единственный вариант, вот, так захотелось. Так. Из садного более классического, это уже наш клиночек, это 125-ка CPM-125V, совсем последние запасы, буквально одна полоса осталась, вот, мы ее распилили сейчас, соответственно, травление, классическая рукоять, мы при этом постарались сделать ее по заморозке. Очень, с аэронвудом, тоже с мамонтом, с макуме, и кожаные ножны с тиснением, то есть это вот из формата классического ножа, классической геометрии, но при этом из максимально интересных материалов, максимально топового исполнения. Очень симпатичный нож. И что у нас осталось, вот это красивое, симпатичное, блестяшко, да, то есть это из такого формата, привезли на выставку для девчонок, да, то есть здесь светится рукоять, она блестящая, но в целом сама... Она светится в темноте. Да, светится в темноте, но в целом сама эта модель довольно интересна, сакура, это из нового, я вот сам хожу с таким же сейчас, вот, ну, в чуть более таком классическом исполнении, просто с G10. Ну, мне нравится, то есть получилось под три пальца рукоять, темляк, и вот в целом такой довольно компактный ножичек, но при этом резучий, прикольный, и вот такого тоже привезли, и такое тоже пока есть. Ну что, Вась, спасибо большое. Вам спасибо. Было интересно пообщаться, мы посмотрели большое количество ножей. Друзья, не забывайте подписаться на наш канал, ставить лайки, писать комментарии. С вами был Санчес, Василий, мы были на стенде World Chorvica. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok